привет всем кто зашел на мой канал а также всем тем кто на него подписан по просьбе одного из пользователей моего канала я делаю видео обзор о том как разобрать пылесос урал для того чтобы добраться до его подшипников с целью их смазки профилактики общей модификации как вы знаете у уралов несколько двигателя стоят везде разные начнем с модификации 76 года данный агрегат уже был видео обзоре с чего нам следует начать для начала отсоединяем защелки пылесборника снимаем курку пылесборник ставим в сторону переворачиваем пылесос и тут мы видим винты которые держат сепаратор пылесоса три штуки их еще один и тут еще один их откручиваем после чего снимем сепаратор далее его опять перевернем и будем снимать крышку и винта сепаратора я открутил его снимаем откладываем в сторону здесь мы видим гайку крепящие на вал на валу якоря крыльчатки сейчас мы пылесос переворачиваем теперь нам надо открутить два винта крепящие верта корпус мы сняли осталась нижняя чашка с двигателем прикрепленный к ней теперь нам надо включить паяльник отпаять провода от конденсатора которые идут с двигателя сам конденсатор открутить после чего мы сможем освободить двигатель от чашки он окажется у нас в руках и можно будет производить его разборок мы отпаяли провода идущие от двигателя и провода подающие питание от кассеты намотки шнура пылесоса надо открутить конденсатор чтобы он не мешал его не обязательно откручивать но чтобы удобнее было работать и откручиваю на саму основу который держит конденсатор тут два винта а также обратите внимание что провод идущий на датчик срабатывания кнопки заполненности пылесборника индикатор заполненности пылесборника он находится под натяжением и его желательно не порвать во время проведения всех манипуляций индикатор я открутил вот он остается висеть на проводе от датчика индикатора лампы вот теперь откручиваем три шпильки на пластиковых шайбах головки по простую отвертку хоть и того как шпильки откручены снимаем чашку нижнюю сразу имеете виду надо приложить небольшое усилие так как тут уплотнительная резина стоит кольцо прокладочка кому как удобней называйте она прилипает с годами значит двигатель у нас в руках вот он что мы делаем далее далее мы снимаем колпачки четко держателя четки вытаскиваем после чего откручиваем сами четко держатели принципе их можно не снимать но так как я делаю полную профилактику стараясь сделать я их снимаю вот но щетки надо вытаскивать обязательно нести небольшую поправку как я говорил что четко держатели можно снимать их можно не снимать на двигателях а 600 то есть там можно не снимая четко держатели снять верхний блок у двигателя за гнездом подшипника здесь так не получится четко держатель обязательно придется снимать так как тут шпильки стягивающие верхнюю и нижнюю часть двигателя вот ну четко держателя уже снял теперь мы откручиваем плоскую пружину которая держит лючок верхнего подшипника я с моего открутим после чего можно будет две шпильки стягивающие открутить шпильки откручены лючок снят теперь нам надо зафиксировать положение статора относительно щеток той статор относительно щеток поворачивать нежелательно так как пусть в небольших но все-таки ощутимых диапазонах будут меняться оборот двигателя для этого бы напротив угла пакета статора железо набора железа делаем отметку маркером вот видно да вот он угол а также в нам его надо поставить и не перепутать это важно обязательно обратите на это внимание после чего мы вынимаем статор у нас остается якорь далее есть несколько вариантов если вы хотите капитально почистить двигатель то нам следует снять кожух крыльчатки вот винты их откручиваем разбираем кожуха если нет якорь берем рукой за железо и откручиваем вот эту гайку далее откручиваем флянец который держит нижний подшипник вот он сюда довольно проблематично подлезть но с длинной тонкой отверткой это можно сделать я открутил при помощи вот такой вот узкой отвертки гайку открутил шайбочку убрал после чего усилием руки покачивая вытаскиваем якорь далее уже как говорил можно остановиться на этом просто сильно не трясти чтобы крыльчатки и распорная втулка не смещалась и установить таким же образом якорь обратно после смазки подшипника или же можно снять кожух и провести полную чистку полную профилактику сейчас крепящие кожух крыльчаток количество 6 штук откручены теперь снимаем смотрим чтобы не повредить резиновой прокладки в данном экземпляре их две штуки снимаем крыльчатку тут видим еще одна шайбочка еще одна шайбочка на распорной втулке неподвижная крыльчатка лабиринт из кабанита распорная шайбочка имейте ввиду что утолщение всегда вверх не вот так вот у нас собирается вот так толщение кверх еще одна крыльчатка в крыльчатках разницы нету толщина одинаковая число лопаток одинаковое все одинаковое хоть как ставить и здесь мы видим сам экран тоже из эбонита его можно не снимать если под ним чисто туда заглядываем там видим там все абсолютно чисто если какие то есть загрязнение или хочется его хорошенько протереть можете откручивать два винта и вытаскивать когда будете закручивать или не переусердствуйте и чтобы быть уверенным что она не открутиться капните лака хотя бы для ногтей можете у жены у подруги позаимствовать вот так же имейте ввиду есть вот такая шайбочка есть под первой крыльчаткой которому первую ложим ее широкой стороной вверх на вал одеваем вот мы разобрали все посмотрели якорь у нас в руках якорь как видим открытого типа если там весь пыльник его аккуратно вытаскиваем набиваем подшипники смазкой и собираем все в обратной последовательности как бы чтобы спор смазать только верхний подшипник ничего разбирать не надо достаточно открутить лючок две шпильки на плоской пружинке вот чтобы смазать нижний подшипник то тогда его надо разбирать как показано в этом видео таким вот образом какие-то обозначения есть правда не читаемые нгпз написано 29 или т или г 29 г какие-то обозначения вверху обозначения нету подшипники нередки их можно найти даже в автомагазине я там их приобретал они неразборные таким вот образом путем таких несложных манипуляций можно провести профилактику и смазать подшипник абсолютно любого пылесоса сейчас я его смажу буду собирать строго обратно полностью собран профилактика проведена успешно для тех кто недоумевая зачем я еще откручивал верхнюю крышку объясню что для полной профилактики на контактах подвижных там контактные кольца есть с них следует ваткой смоченном спирте убрать загрязнение всякие отложения почистить их и если надо подогнуть так при плохом контакте пылесос будет работать нестабильно вот а в целом верхнюю крышку откручивать не обязательно достаточно как я уже говорил открутить три винта который держит сепаратор пылесоса так мы все собрано все готово работает вот таким вот образом проводя подобную профилактику применяю подобные меры по уходу за пылесосом следя за его режимом во время чая пылесборник подобная техника я не удивлюсь если она прослужит и 80 и 100 лет главное во время смазывать подшипники менять их когда появится большой люфт конечно следить за аппаратом конечно строю их уже осталось очень 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 немного в основном везде заполняет все китай китай недолговечный мощнее конечно не спорю да намного мощнее легче возможно тише но недолговечный эти аппараты возможно где-то трудиться за городом кого-то в деревнях и служат вполне достойно а на этом все всем пока до новых встреч ног